Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У моего начальника вчера отметили, вручили государственную награду, которую я давно хотел, как минимум три года номинироваться. Дали ее вот только вчера. У него через два месяца один день рождения, на него я купила подарок. Ага, значит, теперь сищу и думаю, может лучше будет подарить его сегодня, вроде как, поздравить с награждением и в честь этого. Моему начальнику 72 года, он очень обижается, когда его забывают поздравить с праздником. Имеется в виду не подарки, а поздравления на словах или даже смс на Новый год, Пасху, Масленицу и так далее. Еще один момент, у нас сегодня он уходит на пенсию, он не сказал, что меня сделает заново. К тому же на день рождения он все подарки складывает в общую кучу и смотрит в офисе, кто что подарил. Так что подарить на день рождения подарок может потеряться. Вот сейчас сижу и думаю, как лучше поздравить сейчас на словах или поздравить и подарок подарить. Смотрите. Я не думаю, что как психологи мы можем вам что-то вот советовать такое конкретно, да? Потому что, ну, мы не даем советов, вот мне думается, что все же вот как-то вам нужно самой принимать решение, вот. Потому что, ну, так, иначе так и будет происходить, что вы все время будете вот спрашивать советов у нас. Вот, я не думаю, что это хорошо, поэтому наша задача заключается, наверное, в том больше, чтобы как раз-таки научить вас самостоятельно принимать решение. Вот, и если мы как-то в этом контексте смотрим, если мы как-то вот в этом контексте думаем, если мы как-то в этом контексте размышляем и рассуждаем, то я бы, наверное, пожалуй, задал бы вам вопрос, связанный с тем, что вы по какой-то причине сомневаетесь вы по какой-то причине находитесь в противоречии и, на мой взгляд, это противоречие нужно рассмотреть. Дело в том, что мне, например, показалось, что вы хотите как-то вот продемонстрировать своему начальнику, что вы достойны, что вы достойны вот этого самого повышения, как бы, то есть это не столько вот, мне показалось, желание его облагодарить, хотя, может быть, это есть сколько, сколько именно потребность как-то будет произвести впечатление на человека. И, на мой взгляд, это не самая лучшая мотивация для вручения подарка, как мне кажется, повторюсь. Я могу ошибаться, могу быть неправ здесь, но мне кажется, да. То есть имеется в виду, что вам нужно в первую очередь определиться со своими чувствами. Вы вообще чего хотите-то, вы вообще что чувствуете-то, вы вообще чего ощущаете-то, собственно говоря. Потому что одно дело, если вы чувствуете благодарность к человеку, это одно дело. И совсем другое дело, если вы чувствуете вот такое желание, ну, как бы, да, вот, как-то вот о себе заявить, да, вы чувствуете такое желание как-то вот показать, ну, человеку, да, что вы вот там достойны, да, и как-то вот ему преддемонстрировать то, что вы достойны стать его замом. Или, например, если вы по ряду причин боитесь того, что вас все-таки замом не сделают. Тут, видите, много упирается еще и ваше средство, и в том, что вам придется, ведь если вы сделаете, например, подарок ему, сейчас вам придется как-то вот еще подарок покупать, потом, когда вот уже настанет его день рождения. И это тоже может вам, ну, для вас быть не самая приятная перспектива. Поэтому мне кажется, что все эти вещи нужно учитывать. И с точки зрения психологии я бы сначала разобрался в своих чувствах. Вот, я бы сначала разобрался в своих чувствах и подумал бы о том, да, вот, вот мне вообще, как бы, надо то, что... Ну, я вообще, ну, как бы, стремлюсь к чему, я вообще хочу тут всего, вот. Понимаете, какая штука? Если вы, например, со своими желаниями разберетесь, то вам будет, конечно, гораздо легче, чем, например, сейчас, когда вы, по большому счету, ну, мечетесь, не зная вообще, вот, куда вам, как бы, деться, куда вам податься и, как бы, чего, чего вообще, вообще делать, что выбрать. Я вас, эээ, понимаю, в этом смысле, но это не решает проблем, проблему претворить. Например, да? А какая проблема? Проблема в том, что для вас значит начальник. То есть, вот, именно, что он, ну, что он для вас значит, какое, эээ, значение его для вас. Это очень важный момент. Потому что, если вы его, эээ, значение, вот, эээ, для себя начальника не отслеживается, то, да, если вы, например, эээ, как-то, вот, путаетесь, эээ, с, эээ, с значимостью для вас начальника, то, оооо, то тоже может быть проблема. Вот, если вы, например, там, допустим, в, эээ, себе не уверены, ну, вот, так вот, получилось, допустим, да, что вы, вот, а, что вы себе не уверены, ну, так вышло, так случилось, так сложилось, вот, то, это один момент ее, подарок этот вопрос не решить, вот, если вы, эээ, допустим, тревожны, ну, вообще просто, вот, эээ, как бы от природы, да, если вы от природы, вот такой вот тревожный достаточно человек, вот, то, что тоже, как бы, подарок не решит эту проблему. Потому что ваша тревожность, она, ну, к сожалению, никуда не денется. Вот, от того, что вы, там, грубо говоря, просто им, эээ, ну, ну, сделаете что-то, да, просто, подарите, ну, там, подарок или что-то, что-то вроде того. Вот, понимаете, да, я надеюсь. Поэтому, ситуация здесь, она, вот, эээ, такая вот ситуация, она здесь не однозначно достаточно. И совершенно точно, как мне кажется, эээ, если мы скажем вам, эээ, что делать, да, если мы скажем вам, как, вот, поступать, ну, ну, вообще, вот, если мы, эээ, скажем, что, вот, дари, например, подарок, да, или не дари, вот, опять же, то, что, вряд ли вам это, это даст, эээ, успокоение. Потому что, собственно, ваша лич, личностная проблематика решена не будет. Из-за этого. И благодаря этому. Понимаете, да? Вот, поэтому я бы настоятельно рекомендовал бы, все-таки, все-таки, как-то, вот, эээ, преследовать для себя, эээ, этот момент, этот нюанс, нюанс того же того, как бы, да, вот, чего я все-таки хочу, да, что мне вот все-таки нужно, эээ, в чем я все-таки нуждаюсь, эээ, и так далее, вот. И уже как-то, вот, эээ, после этого, а, после того, как вы, эээ, ну, поймете для себя эти аспекты, например, вот уже после этого можно будет вам что-то рекомендовать. рекомендовать. Ага, сейчас, пока, эээ, я боюсь, вот, эээ, что не получится. Ну, просто, вот, потому, что, эээ, слишком здесь, вот, достаточно много, как мне кажется, есть нюансов, эээ, на, которые, эээ, ну, нужно обратить внимание. Вот. Сейчас, по крайней мере, мне так вот скажут. И, эээ, пока эти нюансы есть, скажем, скажем так, присутствуют. Я не могу, эээ, вам давать какой-либо, эээ, совет. Вот. На мой, на мой взгляд, это, вот, не совсем эфично. Потому что, ну, хотелось бы, эээ, как-то вот, чтобы вы, эээ, сами, как-то действовали. Ну, в данном случае, хотя бы. Вот. Эээ, я думаю, что, ну, просто вот, ээээ, с своей стороны, да, я думаю, что вполне себе достаточно было бы для вашего начальника, например. Если бы вы просто поздравили бы его словами, раз слова для него важные, а подарок бы подарили потом. Потом, например. Потом. Но, если для него, эээ, день рождения, например, эээ, как-то не так важно, ну, ощущается вот в целом, да, да, не как вот что-то, что-то важное такое. А, если для него именно вот то, что, грубо говоря, эээ, сейчас происходит, то те изменения, которые сейчас происходят для него важнее, ну, так ведь тоже может быть, да. Вот. И если вы это знаете, если вы это, как бы, видите по его, например, реакции, по его, например, словам, по его поведению, вот, если вы это видите, то, в таком случае, мне кажется, все совершенно очевидно. И имеет смысл реагировать не на то, когда положено, а на то, что для человека, эээ, как бы важнее, да. То есть важнее реагировать на то, что именно сам человек воспринимает, ну, воспринимает, как вот, ну, как более, как более важную историю. Мне кажется, эээ, мне кажется, так, исходя из, вот, моих каких-то, там, ценностей, да, исходя из моих каких-то, вот, взглядов, исходя из того, что я, ну, в принципе, вот, знаю и так далее. Вот. Поэтому, как-то вот, эээ, как-то вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. То есть я хочу обратить ваше внимание, что, эээ, проблема, которую вы описываете, эээ, как бы, является, эээ, на мой взгляд, не проблемой, эээ, вот, как-то, ну, выбора, да, того, что делать. А является проблема, проблемой, эээ, конфликта, конфликта, интересов, как мне кажется, по крайней мере. То есть мне кажется, что это именно вот конфликт интересов у вас здесь. И интересы, вот, эээ, как-то, эээ, состыковать у вас не получается. Ну, вот. Потому что они, сами, ну, могут, эээ, конфликтовать друг с другом. В данном случае они конфликтует друг с другом напрямую эти интересы ваши. И стараются, но вы пытаетесь их как-то, как-то, вот, эээ, ну, договорить. Как-то, вот, чтобы они договорились с этим интересом. А они все никак, никак, никак. Они все никак, никак, вот, не хотят договариваться. Вот. Поэтому мне кажется, что, в первую очередь, имеет смысл вам, для себя, определить вообще, какие интересы конфликтуют у меня. Да, то есть, как бы, ну, вот, что с чем конфликтуют у меня, опять же. Повторю, вот, очень важный момент. Вот. Что с чем конфликтуют. Вот. Что с чем бороться. И, соответственно, когда, если вы, для себя, эээ, вот сможете увидеть хотя бы, какие интересы, и как между, между собой. конфликтуют. А вы могли бы достаточно, эээ, легко и, я надеюсь, быстро найти пути, эээ, как бы решение этого конфликта. То есть, эээ, мне кажется, что вы, вот, на определенный момент, да, ну, в определенный момент, эээ, в определенный момент, эээ, вы забыли про это. Что, эээ, что вы, эээ, что вы, эээ, сотрудник, эээ, ну, что вы, не, не близкий человек. Ну, эээ, начальник. Вот. И, что, в какой-то степени, то, что он обижается, если ему, там, если, вот, не поздравляешь и прочее, то, в какой-то степени, это его, прям, проблема. Вот. Конечно, я прекрасно понимаю, что, у вас, эээ, как бы, ситуация такова, что, эээ, что вам, ну, что, как бы, от него, да, ну, вот, эээ, в той или иной степени, как бы, зависит, ну, ваше будущее, ну, то, что вы, ну, то, как вы, ну, будете дальше действовать. Нет, я это понимаю прекрасно. Я отдаю себе отчет в этом, вот. Я отдаю себе отчет в том, что от него зависит, как бы, ваше, ну, ваше будущее, условно говоря, да, но, но, тем не менее, это, на мой взгляд, не значит, что, что вы должны, вот, эээ, прям, так много этому внимания уделать. Ну, решать, конечно, вам. Я могу, могу, эээ, здесь просто выставить свое мнение, вот, и все. Такая вот история, эээ, такой ответ я мог бы вам дать сейчас, вот, с точки зрения психологии, что, с точки зрения психотерапии, вот, эээ, с точки зрения, вот, своих, эээ, ну, своих, ээээ, ценностей, вот, и надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго, ээээ, я буду благодарен вам за обратную связь, эээ, по моему ответу, это позволит вам начать, ээээ, работу над, ээээ, с собой, вот, ээээ, я думаю, что он, ээээ, ну, я думаю, что он, ээээ, ну, я думаю, что то есть я думаю, что, ну, в любом случае, ээээ, несколько дней, несколько дней у вас есть на том, чтобы как-то, вот, подумать и что-то решить, да, что-то, вот, припринять, вот, поэтому спешить в таких, эээээ, вещах, ненужных, вот, торопиться в таких вещах не стоит, вот, можно, как бы, сделать, сделать, , вот, ой. В данном forme все, еще хуже, ээээ, поэтому, ээээээ, я бы вот, да, дал бы, ээээээ себе, вот, какую-то Ээээээ, Ну, возможность, да, подмитлить над этим, вот, я бы дал себе возможность поисследовать, вот, жену, ситуацию, поисследовать себя, свое, как бы, ну, отношение к тому, что происходит, я бы дал себе возможность, ну, как-то вот спокойно к себе разобраться, и дальше бы уже из этого принимал какие-то решения, чтобы, ну, чтобы, чтобы потом не жалить о том, что, вот, там, ну, мог бы, да, но не сделал, или о том, что можно было поступить, там, как-то иначе, а я, вот, поступил вот так, вот, тропиться, в общем, всего вам доброго, удачи!